Дорогие любители кинематографа У нас замечательная новость, в гостях я Михаил, вы приехали в Екатеринбург не просто так, с презентацией своего нового премьерного фильма И расскажите уже, каково было сниматься в столице порока разврата азартных игр Это были интересные съемки? Да, очень интересные съемки Между съемками тоже было интересно Вот это важнее всего, что было между съемками Прямо сейчас все рассказать Ну, немножечко А, я понял У нас еще 16 плюс стоит, поэтому тоже надо учитывать Ясно Не плюс 18 Ну, что, снимался в кино, играл в казино Общался с людьми интересными Весело проводил время Получил колоссальный шепот от съемок Вообще интересно было, конечно, в Америке съемки Еще и в Лас-Вегасе Вообще, конечно, там все так пестрит, все ярко, интересно, насыщенно Но все съемки ночью проходили, поскольку Лас-Вегас ночью живет, в общем-то А днем все отсыпались А днем все отсыпались, да, съемочная группа тоже А кто быстрее отоспался, быстренько шел гулять, веселиться, днем А в казино успешно поиграли? Удалось сорвать большой куш? Поиграл в казино, да Выиграл даже Потом все это проиграл Потом опять выиграл, проиграл Ну, как обычно Это третья продюсерская картина Ну, вот это третий фильм, где вы в роли продюсера выступаете Это интересно, это сложно Это, ну, вот вообще, каково у нас на российском киношном рынке быть продюсером и продюсировать картины? Ну, конечно, изначально, будучи актером в кино И, так сказать, немного перетрансформировавшись в продюсера Я чуть по-другому изучил киноиндустрию Сложно В России сложно снимать кино Но, слава богу, у меня так вроде все получается Вроде как Не могу похвастаться тем, что картины, в которых я принимал участие, шедевры Хотя кассовые сборы очень хорошие Но я не стою на месте Я хочу доказать кинозрителям, что я могу сниматься и снимать хорошие картины Я надеюсь, фильм «Билет на Вегас» будет тому подтверждением А что вы вкладываете в понятие «хорошие картины»? Тут еще Карлсон, например, или там, я не знаю, «Беременная» — это хорошая картина? Знаете, очень сложно Интересно, как вы к этому относитесь? Очень сложно Под одну гребеночку сложно так все Когда человек выходит с фильма «Трансформер» и говорит, да ну, это сказка какая-то Ну да, это как бы не Анна Каренина Люди разные Кто-то считает фильм «Терминатор» сказкой А для кого-то это крутой блокбастер Кто-то любит артхаусные фильмы Кто-то любит мейнстрим Кто-то блокбастеры смотрит Кому-то нравятся триллеры То есть всем не угодишь, я считаю, главное, чтобы нравилось издателям прежде всего Вам не надоело вот юмористическое комедийное амплуа? Не хочется, как ваш друг, товарищ Сергей Светлаков в «Камне», например Психологический триллер, там совершенно жуткая роль, ну, такая история Я думаю над этим, я думаю над этим Вот в этом году, по идее, должна быть одна картина Такая трагикомедия, которую я попробую себе Сразу в драматическую роль я бы, конечно, не нырял Так прям вот Хочу по чуть-чуть расширять свое амплуа Трагикомедия, потом опять комедия Потом серьезная роль, потом опять комедия Потом трагикомедия, так по чуть-чуть, по чуть-чуть Приоткройте тайну Я думаю, как только что-то более-менее будет удобоваримо для пресс Вы одни из первых узнаете об этом Договорились, если что, в Твиттере Если что, в Твиттере, да Если что, прочитаем в Твиттере Мы следим за вашим Твиттером про какой-то конфуз с пригласительными билетами на сегодняшнюю премьеру Ну, непонятная ситуация там произошла Просто я обычно не сталкиваюсь с таким, что продаются пригласительные на премьеру Ну, мы, слава богу, разобрались Дело в том, что пригласительные раздаются как пригласительные А продаются билеты как билеты Слава богу, все хорошо А, ну, то есть есть отдельный билет, есть отдельный ряд Да, да, я просто подумал, что продаются пригласительные А пригласительные, они же не должны продаваться Пригласительные, они раздаются, типа мы приглашаем Да, ну, слава богу, все нормально Часто приходится в Твиттере какие-то решать, не знаю, там, увидели несправедливость сообщили в Твиттере, и вот там какую-то проблему решали. На самом деле Твиттер своего рода рычаг, конечно. Я могу там обнародовать свое мнение на какую-то тему. Могу опровергнуть какую-то статью или интервью, в котором из контекста вырваны слова, и через другую призму какую-то преподнесены. Если там какое-то издание неправильно написало что-то, я могу сказать правду. В конце концов это всегда обратная связь со зрителями, с фанатами, с болельщиками. Но вы прям общаетесь, вот вам за него вы отвечаетесь. Именно поэтому я считаю такое большое количество подписчиков, потому что я общаюсь с людьми. Ну, конечно, прежде всего Твиттер это мой личный микроблог, то есть я это делаю не для кого-то, я это делаю для себя. Ну и поскольку люди меня спрашивают о чем-то, я им отвечаю. В фейсбуке тоже у вас совершенно замечательно. Периодически там едва ли не каждый день какая-то новая шутка появляется. Это такой тест-драйв для каких-то там тех самых шуток, которые пришли в голову? Нет, это не мои шутки. Это подборка шуток из Рунета, которые, на мой взгляд, кажутся смешными. Понравились? Конечно же, это не я все придумываю. Я смотрю, мне нравится эта шутка, я с ней делюсь. Спасибо вам большое за вот такую интернет-активность, потому что действительно читаешь, настроение поднимается и, в общем, жить дальше как-то с улыбкой хочется радости. Знаете, я не зря все это делаю. Михаил, про вот те самые газетные и негазетные утки и лжеинформацию, которую приходится как-то посредством Твиттера и не только опровергать. Совершенно какая-то была дикая история, когда... Когда я умер? Так я каждый год умираю с 2003 года. Не знаю, почему-то с 2003 года каждый год я умираю. Но вы же понимаете, если так на чистоту говорить, как бы так правильно сказать, в общем, эти злоумышленники, мягко говоря, размещая подобного рода информацию, привлекают пользователей Рунета на посещение подобных ресурсов. То есть просто так делают рейтинги? Да, эти клики, собирают эти клики, за которые они получают деньги. Вот такая вот корыстная манипуляция. Но я думаю, это все аукнется людям. А вы как к этому относитесь? Вот я просто поразилась, когда эту историю услышала, и совершенно адекватная, спокойная ваша реакция. Ну да, ответил на звонки, успокоил. Ну мне часто звонят, как бы там, «Ой, Миш, правда, что ты умер?» «Алло, ты что там, умер, что ли?» Я помню, поскольку это с 2003 года все длится, поэтому я уже нормально к этому отношусь. На кого они работают? Они русские. Прилет от них избавит. Про Дэнни Трэхо, конечно же, я хотела спросить. Замечательный культовый артист, любимица Родригеса, играл вот в... Родственник Родригеса, я даже так сказал. Даже родственник Родригеса, вот. Играл с вами в фильме. Какого было с таким актером на одной площадке? Как он в жизни за рамками кадра? Ну, Дэнни Трэхо, конечно, оказался очень крутым чуваком таким. Он очень спокойный, вежливый, веселый, интересный и простой. Что самое главное, актер класса А простой такой. Стоял с нами со всеми в очереди за обедом, сидел с нами, общался, веселился. Мы с ним обменивались шутками. Он в Москву приезжал, я ему там показывал достопримечательности. Очень интересный человек вообще. Ну, и, конечно, у него такая аура. Прямо смотришь на него. Вот, я не знаю. Когда мне говорят, Миш, мы тебя видим, ты как будто человек из телевизора, и я это понимаю, что когда я вижу Дэнни Трэхо, что это же Дэнни Трэхо, это же... Ну, конечно, у меня так руки не тряслись, поскольку я утверждал. А вот про эту историю, человек из телевизора, и вот все немеешь, и дайте автограф, и так далее, и так далее. Тяжело с этим? Вот как с этим жить? Самой или... Вам с этим тяжело? Вот когда вы выходите на улицу, вы вообще как по улицам ходите? Да я как-то уже лет 15 живу так. Нормально привык. Ну, я стараюсь, конечно, в общественные места так и особо не появляться, что себе и людям портить настроение. Почему портить? Ну, потому что ничем хорошим это не закончится. Каждый захочет кусочек меня взять себе, и все, и от меня ничего не остается. Не, ну, что, я понимаю, если я выхожу как бы в люди, нужно быть готовым к тому, что если тебе подходит, нужно уделять людям внимание. Если ты там на отдыхе, нужно вежливо сказать, извините, я отдыхаю. Те, кто поймут, те поймут. Те, кто не поймут, начинают вести себя неадекватно. Какие были случаи? Вот какой-то случай сейчас... Лиша, пойдем с нами пить, эх, давай. А скажи, передай привет моей жене. О, я сейчас передаю другу моему привет. Ну, это нормально. Вы вот совершенно спокойно к этому издержке популярности вот так и относитесь? Ну, конечно, конечно. И там, пойдем, я тебя в суд поведу, и ты мне еще за это заплатишь? Когда перегибают палку, ни один нормальный человек уже не выдержит. Я просто стараюсь допускать таких ситуаций, и все. Про отдых не могу не зацепиться здесь за словами. Где вы любите отдыхать? Вы приезжаете в Сочи отдыхать на родину к себе? Да, конечно. Я очень часто езжу в Сочи отдыхать там. Ну, то есть если отпуск в Сочи... С родителями повидаться, с друзьями, с родственниками, походить по старым местам там, любимым. Люблю заехать в школу, посмотреть на этот подоконник, который там какое-то количество лет назад мне казался вот таким, а сейчас я на него вот так смотрю. А отдыхать люблю, ну, там, где меня не мучают. Вот на новогодние праздники в Ямайку летал. Очень классно отдохнул. Никто меня вообще не узнавал. Там вообще так классно. Там мало русских? Практически нет вообще. Класс. Я вообще просто так... Ну, правильно говорить, не русских, а россиян, наверное, тогда. Ну, в курганду ты точно не поедешь, скажу я. Про нашу Рашу хотела спросить. Про вот эти образы есть среди героев какой-то наиболее любимый и близкий? Да, они все любимые. Они все близкие. Их же я делаю. Я же их доношу до зрителя. Я могу сказать, что, допустим, бородачам нелегко играть, хотя меня и бьют там все время. Вот. Кому сложно? Сложно было играть... Бомжей с рублевки очень сложно было играть. Была жара безумная. У меня росла борода, мне на бороду клеили бороду. Жарко, улыбнуться нельзя, потому что раз все отклеиваете, и опять, ну, осень, аж прям передергивает. В этой свалке лежишь постоянно. Я уже просто, я уже лежал, смотрел на это небо, мухи вокруг меня летали, и думал, боже мой, что я здесь делаю вообще? Сложно было. Тренера газмяса сложно было играть. Постоянно на надрыве там все так, знаете, там, бьешь все время, потеешь, тебя поправляют, бьешь, кричишь. Ну, сложно было. А про депутатов здесь опять не могу из твиттера не прочитать. По дороге в Екатеринбург, по всей видимости, в аэропорту, такое ощущение, что не я с них образ брала, они посмотрели на Шурашу и поняли, что хотят быть такими. Почему депутаты такие депутаты написали? Ну, там действительно сидело два человека, которые прям, да, Юрий Венедиктович, там, Виктор Харитонович. Я просто смотрю, думаю, вот прям нужно было снимать это все и делать прям, ну, такое ощущение, что они посмотрели нашу передачу и сказали, о, точно, мы вот такими будем, как они. Прям вот точно такие статные, такие важные депутаты были. То есть, история наоборот. Да, история наоборот получилась такая. А вообще страшно, например, вам было бы в Тагил приехать? Я был в Тагиле. И как? Там без погромов обошлось? Да, нет, нормально. Ну, когда я был в Тагиле, тогда еще не было линии Тагила, там, нашей Раши. Вообще, классно. Народ без претензий, как бы. Да, нет, вы что? Наоборот, люди, тагильчане правильно говорят? Да, тагильчане. Жители города Тагил, Нижний Тагил. Тагильчане ласковые тогда что-то были. Да, тагильчане. Они сейчас говорят, а ты знаешь, откуда? Они с гордостью достают паспорт и показывают. Тагил, ты понял? Рулит. Тагилна. Ну, вообще, в этом крике Тагил, конечно, есть что-то такое, такое вот, такое с недрами такими. Это типа как ура, знаете, вот такие крики, выкрик такой души, наверное. Тагил, когда человек на отдыхе, ему хорошо он кричит. Тагил прям, ну, не знаю. Я так увидел это и понял, что вот так. Хочу так играть, кричать это слово так хочу. И люди увидели там все. То есть, тут не важно, это Тагил или там другой город, или просто. Тут важно состояние души этих двух отдыхающих. Постойте, ну, в любом случае, это, я не знаю, там, сатира, ирония, пародия. Это же должно как-то там изменить людей. Нет, конечно. Наша раша пытается затронуть остросоциальные темы. То есть, мы тем самым высмеиваем, конечно же. Мы не говорим, делайте все так. Мы говорим, посмотрите, как у нас делают. Ну, это нормально. Это, кстати, не у всех народности такое есть. Только нормальный русский и россиянин может смеяться над собой. Это очень хорошая черта, когда мы умеем смеяться над собой. Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепелке? Я потерялась. Ты потерялась? Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась. Как ты потерялась? Я прыгала на батуте. Я хочу спросить. Вот мне очень интересно, а где Йоси сейчас? Чем он занимается? И Лена замечательная. Не помню ее фамилию. В общем, вы понимаете. Вас интересует судьба команды КВН «Утомленный солнце». Ну, вот как минимум вот тех ярких персонажей. Потому что с вами, и с Ревы, и все понятно. Иосиф Буиновский сейчас в Питере. Работает в компьютерной компании, создает игрушки, компьютерные игры, программы. В общем, занимается графикой компьютерной. Елена Рыбалка в Сочи, в Адлере вернее. У них свой ресторан «Утомленный солнцем». Они там занимаются всем этим. Вот там детьми занимаются. Как правильно сказать? В смысле, какие развивающие программы? Да, развивающие программы для детей. Центр детской занятости. Как-то так. Каждый чем-то занимается, в общем. У кого-то там гостиница своя на Красной Поляне. Кто-то в администрации работает. Петрович? Да! Гадя Петрович Хренова? Да! Я бы тоже потерялся. КВН, конечно, явился своего рода трамплином для нашей команды и каждый нашел себя в своей жизни. Ребят, я ничего, я не понял. Вы что думаете, мне в Москве там легко? Да я горбачил с утра до вечера. Я за любую работу хватаюсь. Я даже в мультфильмах снимался. Да? Ну, вот вы как, не знаю, наиболее успешный участник команды не пробовали народ как-то подтянуть к себе? У вас в продюсерский центр есть свой, Михаила Голостянка? Ну, вы знаете, не так, не так просто взять человеку, уехать из Сочи в Москву и как-то там локтями прошибать это все. А вам было сложно? Был вот трудистый период, когда локтями прошибать? Вот такое было? Нет, кстати, я вообще, у меня так плавно получилось, я играл в КВН, потом так раз, поехал на гастроли, потом Гарик Мартиросян, Сеня Слепаков, Сережа Светлаков, как-то мы собрались, давайте сделаем какую-нибудь передачу классную, давайте, и сняли нашу «Рашу», и вообще так классно, всем понравилось, и с каждым годом все больше и больше. В 2003-м или 2004-м? В 2006-м. В 2006-м. Но она уже запустилась, вышла, а снимать мы начали, соответственно, вот там как минимум. Ну, в 2005-м. В 2005-м был летний кубок, где мы сделали, показали «Гадию», это она там в бешеную популярность, какой-то там, миллионы просмотров в Ютьюбе, и как-то так раз, потом сняли передачу, и все, у меня так не было вот этого окна, зазора. Сразу после КВНа я начал сниматься в «Нашу Рашу», ну и переехал в Москву, соответственно. А за столько лет, уже 7 лет «Нашу Рашу», она не изжила себя, вот это все не надоело вам лично? Ну, мы каждый раз зарагиваем новые, актуальные темы. Как передача новостей, там же каждый вечер о разном говорят, это не может надоесть, там же другое, и другое, и другое. Сейчас будет шестой сезон, мы готовимся к шестому сезону «Нашу Рашу», будут новые образы, старые, полюбившиеся образы тоже будут. Вообще, я очень рад, что мы с Сережей, с Светлаковым вот так вот вместе объединились, мы так дополняем друг друга хорошо. А за вот рамками работы у вас есть какие-то дружеские отношения со Светлаком? Очень редко пересекаемся. Дело не в Сереже и во мне, а вообще мне многие говорят, ну, что ты там не приедешь к нам. Я свою семью практически не вижу. Когда у меня появляется свободное время, я честно говорю всегда, я лучше его с семьей проведу, я лучше своих детей увижу, там, жену, там. Ну, конечно, друзьям тоже стараюсь не делить время. Ну, пересекаемся, конечно. В семье между тем пополнение, две дочки уже. Как отцовские обязанности вот вообще получается выполнять? Насколько это сложно, приятно? Я кайфую вообще. Две дочки классно вообще. Наслаждаюсь. В кино с собой берете что-то Карлсон, например, им показывать? Они маленькие еще. Они маленькие еще. Нельзя, ну, не то, что нельзя, они не поймут ничего просто. Ну, конечно, старшие, когда видят по телевизору, говорят, папа, папа. Там. Ну, она не понимает, что папа там что-то там как-то. Вмещает? Да, она просто понимает, что это папа, и все. Она не понимает, что папа там по телевизору выступает, на телевидении работает. Супругость своей, на которой дважды женились, тоже потрясающая, конечно, история, дважды жениться. Участвовали в одном из телевизионных шоу, где соревнуются в интуиции. Не страшно было? У женщин интуиция, как правило, сильнее развита. Вот как у вас в вашем случае? Я не согласен. Нет? У мужчин сильнее интуиции. У мужчин сильнее развита, он еще не интуиция. Ты понимаешь? Не, ладно, нельзя говорить 16+. Да. Говорите, говорите, мы потом подрежем. Чувствовать надо. Интуиция, это же такая вещь. Интуиция, это способность головы чувствовать. Прекрасно. А все-таки в случае с супругой, у кого сильнее развито это чувство, качество? В данном случае у меня. Ну, у меня интуиция очень хорошо развито. Про юридическую академию хотела вас спросить. Вы зачем поступили еще? Зачем еще учиться? Нравится мне быть студентом. Как-то так омолаживает, вдохновляет студент. Эх, классно, студент. Ну, а если быть серьезным, мне просто не хватает, ну, не хватало юридического образования. Я очень часто сталкиваюсь с договорами, с контрактами и понимаю, что я ничего не понимаю. Я понимаю, что мне нужно получить дополнительные знания. Для жизни. Да, для жизни, для себя. Это не значит, что Хилл Голусян хочет сменить профессию и открыть юридическую контору. Нет, не значит. Я хочу получить дополнительное образование. Про образование. Самое-то удивительное, что у вас было первое образование вообще невероятное, какое-то медицинское, фельдшер-акушер. Вот это вот когда-либо вообще в жизни пригодилось? Как-то аукнулось? Ну, что, могу первую медицинскую помощь оказать. Роды принять? Принимал роды. Ну, когда учился. А. Да. Так-то нет, не принимал, конечно. Брать на себя такую ответственность. У жены не помогали? Нет. Не, не, не. Я жена, должна рожать в роддоме, я должен смотреть наверх, кричать, ну, кто? Мальчик, девять, эх, мужики, эх, все по классической схеме. Про мультики хотелось спросить. После панды, вот этого шикарного толстяка, хотелось еще вот такой опыт, озвучка? Очень нравится озвучивать, дублировать. Весной выходит фильм «Московская сказка», по-моему, или, не буду обманывать, выходит мультик, где я озвучивал главного героя, вот, попугая. Я вообще очень люблю озвучивать и дублировать, мне так нравится. Есть какой-то персонаж, которого вот хотелось бы озвучить в мультиварианте, в мультипликационном варианте? Ну, панда, кунг-фу, конечно, это идеальный вариант для меня, потому что я вроде как бы так чуть-чуть похож. И чуть-чуть кунг-фу, и чуть-чуть панда. Замечательно. После фильмов вы следите за рецензиями, за критикой? Да. Вот это важно? Да. Раньше не следил, сейчас слежу. Зачем, как реагируете? Карлсона, вот, по-моему, не очень хвалили после выхода. Вы знаете, мнения разошлись. Конечно, когда приходит 25-летний парень на фильм Карлсон, смотрит, говорит, ну что это такое? А когда приходит там мама, папа и с детьми, они говорят, ой, так класс, такие хорошие ощущения, такие классные впечатления. Ну, там, студент, зачем ты идешь на этот фильм? Иди на фильм Трансформеры, да, получай удовольствие от этого, почему-то на Карлсон идешь. Он думает, сейчас придет на Карлсон и там будет такое. Нет, это там, я не знаю, другой жанр немножечко. Ну, то есть для целевой аудитории абсолютно успешная. Абсолютно успешно для целевой аудитории это показал, и кассовые сборы тоже доказали лишний раз. И каждый раз в Твиттере, и каждый раз в Твиттере я читаю приятные слова в адрес фильма, в адрес моей роли. Понятно, что кто-то пишет, ой, ребята, вы портите там, все, ну, нормально, всем не угодишь. Вы спокойно реагируете? Хотелось понять, как вы реагируете на критику, когда говорят, что плохо сняли ужас? Когда читаешь рецензию кинокритика, она начинается с того, что вообще я скептически отношусь к российскому кинематографу, а теперь моя рецензия на российский фильм. Ну, что я могу сказать? Понятно. Вы к российскому кинематографу не скептически относитесь? Вот вы... Я тоже не... не так, не то, что я там... Я... Как правильно сказать? Не то, что скептически. Я понимаю, что голливудские картины намного лучше, чем наши. Но чтобы наше российское кино развивалось, его нужно развивать, нельзя сразу от него отказаться и смотреть голливудские картины только. Нужно же развивать это кино плохими картинами, хорошими картинами, какими-то, но это надо делать методом проб и ошибок. Вместо того, чтобы где-то сидеть и просто... Да, и просто говорить нет, нет, ого, тоже, нет, это классно, о, классно. Да, сейчас такой блиц, я вам задам несколько... Но не просто задам вопросы, вы должны из них выбрать вопрос-победитель и автор этого вопроса. Мы от кинотеатра Cinema Park подарим билеты. Супер. Вот так. Вы сейчас жюри. Андрей Борзенков, почему в рекламе на ТНТ Семен Слепаков желает нам жить, как Миша Галустян? Ну, это же классно, живите, как Миша Галустян, классно, веселая, интересная жизнь. Просто рифма с крепостными крестьянами, у Семен, видимо, не нашел другой рифмы, ян, крестьян, только лишь поэтому. Естественно, у меня нет крепостных крестьян, только рабы. Только рабы. Ну, а вообще, жить, как Миша Галустян, это как? Вот это какой-то такой устойчивый фразеологизм. Живи, как Миша Галустян. На позитиве, я бы так сказал. Когда ты к жизни относишься хорошо, она к тебе тоже относится хорошо. Сережа Охотин. Михаил, что вам кажется наиболее важным для гармоничного сосуществования во Вселенной со множеством форм вероятностей среди квантовой неопределенности? Понять или похостить? Ну, к примеру, если кот Шредингера нагадит в коробку? Дальше. Я не понимаю вопроса. Александр Старков. Я вас представлял кем угодно, но только не Элвисом Пресли. Кем вы будете в следующий раз? Мерлин Монро? Отличный вопрос. Да, Мерлин Монро. В следующий раз будет Мерлин Монро. Про Элвиса Пресли тогда два слова. Как было перевоплотиться в короля? Весь прикол в том, что я играл человека, который плохо играет Элвиса Пресли. То есть такая очень сложная задача на самом деле. Нужно было так сыграть, чтобы зритель не подумал, что я плохо играю. Нужно было сыграть хорошо человека, который плохо играет Элвиса Пресли. Какой-то Зайцев плюс один. очень сложная задача. Мы на месте не стоим, понимаете? Давайте выберем вопрос. Нет больше вопроса. Давайте про Семена Слепакова. Отличный вопрос. Вот, значит, Андрею Борзенкову достается два билета. Андрей Борзенков. Андрей Борзенков. Андрей Борзенков. Не, говорите вы. Андрей Борзенков, ваши два билета в Синема-парк. Приходите, получите, распишитесь, плохого не говорите. Смотрите кино. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Это был Михаил Галустян на ЕТВ. Смотрите кино, ходите в кино и подключайтесь к разговорам на якбург.тв. Только у нас за хорошие вопросы дают билеты в кинотеатр. Увидимся на ЕТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok